Доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня у нас продолжается операция коронавирус и чем заняться дома. Я хочу показать такой вот мастер-класс для тех, кому надоело сидеть и хочется чем-то заняться. У меня есть вот такой вот подоконник, который мне надоел. Чем надоел? Я не могу его никак вымыть и не могу вымыть именно вот эту черноту. Он уже от времени почернил и пожелтел. Поэтому я решила его обновить. У меня есть вот такая вот самоклейка, бумага, самоклейка. И я вам покажу, как я придумала переклеить этот подоконник. Начинаем с того, что подоконник, хочу вам ближе показать, он действительно черный. И вымыть я его никак не могу. Конечно, надоел вот этим. Ну, ему уже более 10 лет. Поэтому я решила сделать вот такой вот. Вот такой красивый. Он будет хорошо мыться. Но почему пожелтел? Он им почернил, потому что здесь стоят всякие цветочки. И поэтому, и понятно, что от времени еще. Значит, что мы делаем? Лучше всего подоконник клеить маленькими кусочками. Я вырезаю, видите, я вырезаю вот такие вот кусочки, кусочки, кусочки полоски длиной. Я определила, что мне легче всего клеить, когда они будут 35 миллиметров в ширину. Чем прекрасна эта самоклейка? Здесь есть миллиметры. И вот я смотрю 10, 20, 35. Вот я приложила то, что у меня, чтобы вы видели. Вот такой шириной полосочки я вырезаю. А для того, чтобы определиться с длиной, длину я взяла так. Я взяла эту полосочку, приложила к подоконнику, и чтобы она зашла хорошо вниз. Для того, чтобы хорошо держалась без всяких изъянов на подоконнике. Итак, первое, с чего мы начинаем. Есть у нас наш метраж, скажем, да, то, что мы отмерили. Мы берем наш листик, замеряем, сколько нам надо наших 35 миллиметров. Прекрасно здесь миллиметровка. И отрезаем кусочек. Я отрезаю по всей длине. Отрезали по всей длине. Такой длинный получился у меня кусочек. И теперь разрезаю на нужные мне длины данного листа. Я нарезаю сразу несколько штучек, чтобы потом не терять время. Последний листик. Последний у меня кусочек получается небольшой, но его можно будет приклеить к предыдущему. И вот уже нарезанные полосочки готовы у нас. Теперь начинаем их клеить. Для того, чтобы легче они клеились и не было пузырьков, потому что у нас поверхность, поверхность одна, она если сухая, то вот эта пленочка, когда мы клеим, она может пузыриться. А пузырьки потом некрасиво смотрятся. Их надо будет либо прокалывать иголочкой, убирать, либо я вам покажу, как придумала я и каким образом я их убираю. Значит, здесь у меня есть вот кусочек, видите, и я могу его доклеить. Сейчас могу доклеить следующим кусочком, потом будет еще один, еще доклею. Делаю так, чтобы оно было все незаметно и будет все сливаться как одно, вот, как одно единое. Так, накладываю ровненько, ровно. Держу одну полосочку. Вот как получается. Здесь я его растянула, разгладила, а потом, сейчас вам покажу, дальше я пользуюсь температурой, растягиваю. Надо его расправлять так, чтобы не было пузырьков. Для того, чтобы легче клеить, я беру смоченную, видите, влажную, смоченную такую вот салфеточку и протираю, тогда, тогда именно сама вот эта пленка будет держаться намного легче. И теперь ровняем саму пленочку. Ложим ее ровненько. Вот. И выровняли. И выровняли. Потянули ее, потянули здесь, потянули вниз, завернули за подоконник и приклеили туда. И приклеили под подоконник. Вот. Теперь нам надо, если у нас образовались пузырьки, видите, есть пузырьки, сейчас покажу, как их убрать. У меня есть разогретый, маленький паровой утюжок, поэтому я его не кладу, и он на пару у меня стоит. И вот таким образом прогреваю. Прогреваю. Вот. И все они, все эти пузырьки уходят. И еще раз. Тоже прогреваю. Все пузырьки выравниваются, улетучиваются. Или же можно сделать следующим образом. Вот это наша салфеточка, которая была мокрая, да, мы ее берем и опять же этим же утюжком нагреваем. Здесь можно уже и придавить. Здесь можно придавить, и оно ровненько, хорошо у вас разровняется. У меня эта самоклейка, ей уже более пяти лет, она лежала без толку, поэтому я решила обновить подоконник. Видите, какой получается, какой он у нас был, желтоватый такой, потому что все время цветы стоят, фиалка там. Сейчас мы любим. И какой красивый становится подоконник, как новый. Становится вот такой вот. Прекрасные розочки на ней. И роза себя будет чувствовать прекрасно. Вот. И смотреться симпатично. И такой получается симпатичный подоконник. Новый. Новый подоконник. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, пишите мне, спрашивайте, задавайте вопросы. Всего вам наилучшего, хорошего выходного дня. Всем пока-пока. Друзья, вот такой прекрасный у нас получился подоконник. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...